Приветствую вас. Ситуация, конечно, достаточно туманная, да. То есть, вот вы пишете, что, значит, семья жила в четыре пеленых, когда в месяц принесла ее на осмотр к педиатру. Она заказывала истерика стала сабардовой, когда к ней подошел педиатр. И так продолжалось практически наказом ежемесячного осмотра. Вот, я не очень понимаю, по какой причине вы продолжали делать то, что откровенно было во вред ребенку, да, что вот откровенно его штикотило, откровенно его травмировало. То есть, я не очень понимаю. То есть, как бы, момент здесь он такой, что, ну, вот насколько вы бережно относитесь к ребенку, да, насколько вы бережно относитесь к нему, насколько вы считаетесь с ним, с ребенком. И я имею ввиду, вот, и так далее. Вот. То есть, это очень, очень важный момент, на мой взгляд. То есть, для чего вы, собственно, как раз, да, приводили, ну, приводили ее дочку свою к одному и тому же педиатру. Ну, не понравился педиатру, да. Было. Как бы, зачем снова и снова вы приводили ее к одному и тому же педиатру. Из этого вытекает ваше отношение к дочери и ее возможное, и ее возможное чувство беспомощности. Я не говорил, что обязательно, вот, обязательно. Ну, обязательно, что она беспомощна. Вот. И, как бы, как бы, вот, ну, насколько здесь важная история для вас. Насколько это отращает ваше отношение к дочери. Вот. Ну, а, то есть, вы описываете дальше, это следствие, это следствие, собственно, того, что произошло. Дочери нужен, нужен психолог детский, вот, и желательно работать детским психологом. Чтобы, ну, чтобы было понимание, что конкретно ее беспокоился. А почему она не хочет, чтобы, чтобы дети ее слышали, вот. Ну, и анализ, как совершенно правильно сказал вам мой коллега, анализ ваших отношений к семье. Потому что подобные истерики, да, подобный страх, но он на ровном месте не происходит. Вот. Как правило. Вот. То есть, у этого должны быть причины какие-то. Соответственно, эти причины необходимо исследовать. Эти причины необходимо исследовать и разбираться. Интересный момент Оксана заключается также еще в том, для чего вы ребенка направили в детский сад. Вот. То есть, зачем, ну, зачем детский сад ребенку, ну, в данном случае, да, в данном контексте. То есть, детский сад, он не рекомендуется детям. Если только, ну, если только нет проблем с, ну, с социализацией. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь нужно определить, чего вы хотите, собственно, ну, для ребенка своего. Вот. Понимаете? Понимаете? Какая штука. То есть, это вот такой момент, на который, который вам нужно обратить свое внимание. в том числе, в том числе. Что вы хотите для ребенка и по какой причине в детский сад? Значит, как помочь ребенку? Ну, я полагаю, что будет лучше, если вы сами продемонстрируете ей способ справляться с травмирующими моментами. Вот. Ну, в своей, в своей жизни. Вот. Я полагаю, что было бы хорошо, если бы вы действовали так. Мне так, опять же, опять же, видится. И было бы лучше, если бы вы проявили так называемый прием активного слушания. Активное слушание – это такой прием, который позволяет более эмоционально подходить, более полно эмоционально подходить к ситуации. Вот. Более полно подходить к ситуации. Вот. Стрибившись с ребенком. Проактивное слушание можете почитать у Юлии Борисовны Липпенрейтера. Я сейчас об этом говорить не буду. Вот. Ну и побольше давать ребенку самостоятельности. Мне складывается так сложилось, 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 сложилось такое впечатление, что мало вы даете ребенку самостоятельности, да. Слишком ее гиперопекаете. Вот. Слишком к ней чувствительны. Ой. Вот. Вот. На мой взгляд, это, ну, скорее, скорее негативная история, чем, чем позитивная. Вот. Такой вот момент, который, ну, мне видится. Вот. 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 И, соответственно, только так можно подводить другой город пропастись. И можно разговаривать. Можно исследовать ее чувства, ее реакцию, ее поведение. Вот. Правда. Вот. И вот. Соответственно. Такая вот история. Такая вот история. Такая вот история. Такая вот история. Обязательно. Обязательно. Наверное. А, необходимо. demons. Показать ребенку детскому психологу, чтобы он поработал, что там используется, как правило, арч-терапия, вот, и так далее. Вот, соответственно, такая история. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.